А как вы думаете, до чего вообще власти могут дойти, защищая свое положение? Да всего чего угодно. Ну, представь себе. Знаешь, голубчик, представь себе. Но ты советский человек, ты нищий человек. Ты много десятилетий был нищим человеком. Тебя унижало начальство, тебя унижала жена, что ты нищий, что ты не мужик. Тебя унижали, ну, не то, что унижали, тебе было чуть-чуть стыдно перед недавно родившимися обормотами немытыми. И тут неожиданно ты получил должность, соответственно, деньги. И что же, вот теперь кто-то там пришел к Леше, неудавшийся бизнесмен, говорит, отдавай наврованное. Не отдаст он ничего. Не отдаст, потому что... Ну как, он столько лет к этому шел, случайно получил, обнял эту виллу патриотическую в Италии. Он обнял, а этот нашел ее квадрокоптером и говорит, у вас там утки плавают. А кто там должен плавать, что Навальный там должен плавать или крокодил, кто там должен плавать? Конечно, утки будут плавать. И он посчитал, что у него... А как оно может совпадать? Потому что у него одна, а вилла дороже. Вилла стоит дороже. Ясно, что это не совпадает. Но надо же виллу, даже если она стоит дороже. Как-то. И что теперь? Там уже мебель, там уже гости. Уже назначено на субботу это самое. А он отдавай. Конечно, нет. Я бы не тоже. Жена тоже скажет, что ты ему... Жена не отдавай, дочь не отдавай. Он, может, и отдал бы уже просто, потому что надоел. А жена скажет, не отдавай. Лучше это самое. А он не забудем, не простим. Ну вот и сидит. Понимаешь? Жалко, конечно. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...